друзья всем привет это зыков виктор и грибное сафари сегодня я вышел на разведку один сегодня у нас 11 или 12 апреля точно не помню и я пошел поискать строчок гигантский к моей радости естественно я уже его нашел а кстати место событий это город воронеж вот и вот он этот прекрасный гриб вот так он выглядит кто не знает его вот он красавчик имеет не ярко выраженную ножку является грибом условно съедобным требует предварительной отварки 20 минут со сливом отвар относится к весенним грибам появляющимся как как правило самыми первыми и вот смотрите как он растет вот такие полянки достаточно обширные бывают иногда десятки грибов я находил все покажу а потом покажу их более крупным планом так сказать вот вроде бы все еще есть вот смотрите вот так они выглядят несколько штучек я уже собрал здесь гриб вот этот сейчас это довольно таки маленький вырастает он экземпляры бывает до двух килограммов но это примерно как волейбольный мяч размером вот растут как правило они рядом с упавшей березы поэтому ищите такие скажем так березки где будет где будет повалена соответственно сухие стволы обратите внимание друзья для сбора строчка гигантского нужна определенная внимательность особенно когда он еще небольшой вот здесь вот если можете увидеть растет грибочек я увидел достаточно далеко где-то вот с этого расстояния вот соответственно я к нему подошел и в дальнейшем обязательно осмотрите прилежать территорию потому что растут они как правило большими семьями вот смотрите найти их достаточно непросто глядите уже достаточно крупный гриб примерно с яблоко с такой небольшой но он абсолютно под листьями поэтому увидеть его крайне трудно вот еще один тоже видите торчит только совсем краешек вот такой грибочек конечно денька через три они станут достаточно крупные вылезут уже сильно вот но пока пока искать их затруднительно еще что хочу отметить смотрите особенность этого гриба является то что он растет как бы сквозь почву сквозь песок сквозь сквозь ветки большинство грибов появляясь они как бы расталкивают расталкивают листья расталкивают ветки да и растут соответственно ножку увеличится в размере шляпка но вот эти грибы но вот эти грибы они именно растут сквозь всякие препятствия и набирают впоследствии массу как бы да то есть вот можно увидеть что внутри но вот это как бы ножки то есть песок он как бы прям в самой мякоти есть вот видите поэтому очень часто этот гриб бывает с песком даже если вы хорошо его обрежете вот я видите достаточно сильно уже обрезал но так или иначе песок может попадаться это как бы ничего страшного это особенность этих грибов даже если вы у кого-то купите маринованные или вас угостят и будет песок это не значит что хозяин этих грибов был очень халатно и допустил это это особенность грибов еще также смотрите при варке или при готовке нужно обязательно их разрезать потому что очень часто внутрь заползают всякие жучки и слезняки улитки вот чтобы соответственно они смогли выползти нужно их разрезать и уже готовить именно только в таком виде в разрезанном в таком виде и 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 В тайнике этого гриба это строчок гигантский, герамитро гигас. Есть на него похожий строчок обыкновенный, герамитроискулента. Он является ядовитым, содержит яд герамитрин. Строчок гигантский тоже может содержать яд герамитрин, но в наших условиях, в принципе у нас климат прохладный, такое бывает крайне редко или совсем не бывает. Так или иначе яд герамитрин разрушается при тепловой обработке, он переходит в воду, поэтому 20-минутный цикл отваривания со сливом воды вполне делает этот гриб безопасным. Это на всякий случай, по сути он и так безопасный, его можно кушать, но на всякий случай его отваривают. И еще почему его отваривают, потому что, как я уже сказал, у этого гриба есть двойник. Это строчок обыкновенный, он растет больше в сосновых лесах, в березовых редко вы его встретите, ну мало ли. Вот, например, здесь береза и сосна растут очень рядом, и вполне вероятно, что можно встретить строчок обыкновенный. Но он отличается от гигантского тем, что у него более выраженная ножка, у этого ее, как правило, нет, как я уже показывал. Вот еще, например, один грибочек, да, вот смотрите. То есть здесь видно, как бы, ну, у него есть как бы некая ножка, но по сути она отсутствует. А у строчка обыкновенного, она ярко такая выраженная, довольно-таки заметная, плюс он более коричневый, и его мякоть, вот у строчка обыкновенного, она всегда белая, вот ножка она всегда белая, может быть мокрая, белая такая, прозрачная. А у строчка обыкновенного, она розового цвета, розоватого, и их трудно спутать. Если вы их увидите, в принципе, один-два раза, их будет трудно спутать. И у ядовитого строчка, у него складки вот эти вот на голове, извилины, они будут более такие частые, то есть прям сильно морщинистые. У этого они как бы меньше морщинистые, вот их не отличие. В общем, даже если вы найдете случайно тот гриб, который ядовитый, да, и сварите его тоже 20 минут со сливом воды, то ничего страшного не будет. То есть я уже так попадал, в самом начале, когда начал собирать эти грибы, я их еще не умел сильно отличать, вот. И я тоже однажды набрал строчок обыкновенный, в принципе, я его варил, кушал, и как бы ничего страшного. Вот, но лучше их не собирать, а собирать именно вот эти гигантские. Вот смотрите, друзья, когда вы ищете строчок гигантский или любой другой гриб, который вы собираете, но в данном случае мы собираем этот гриб, нужно не просто ходить его искать, а искать его вероятные места произрастания, скажем так, да. Мы выяснили, что растет он в березовых рощицах, посадках, именно где поваленные стволы. И скажу вам более того, растет он не просто так в этих местах, а растет он в основном именно у самих поваленных стволов березов. Поэтому просто не ходим просто так, а подходим непосредственно к березовому стволу и осматриваем его. И что мы находим? Мы находим нужные нам грибы. Вау, какие мощные муравьи, гляньте. Это их территория, наверное, в пеньке муравейник, но мы их не будем трогать. Вот, и смотрите дальше, то есть вдоль всего этого ствола идем дальше. Вот еще, 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 дальше по стволу пошел. И вон там самый крупный впереди он. Вот, собственно говоря, вот этот самый крупный я и заметил вначале издалека. И после него я, собственно, видите, подойдя поближе, уже смог заметить все вот эти остальные грибы. Но изначально я умышленно шел к этому дереву, потому что оно потенциально было с грибами. Собственно, используйте это и ищите именно грибные места, а уж потом сами грибы. Так будет эффективнее и быстрее. Друзья, ну и главное, не забывайте при поиске грибов, что как бы там лишняя горсть или десяток всякой ненужной мелочи, которая еле вылезла из земли, для вас большой роли не сыграют. Но вот если вы вернетесь сюда через несколько дней, то вполне эти грибочки смогут стать большими и дать хороший урожай. А может быть они достанутся какому-то другому грибнику, что тоже вполне неплохо. А в следующий раз он оставит грибочки и для вас. Просто не забывайте, что в лесу мы гости и лес с нами делится. И не надо, как говорится, подчистую забирать все, что возможно. Вот, это главное. Вау! Смотрите, какой красавец прям вообще! Ох, какой красавчик! Вот, почти уже с кулак размером. Вот, это уже такой вот, как бы самый ходовой экземпляр. Ну, бывает, конечно, и крупнее, но это прям уже такой достаточно хороший. И вот видите, как я сказал, ножка у него как бы есть, но она не ярко выраженная. И она, опять же, белого цвета. И извилины достаточно крупные. В общем, друзья, я уже движусь в сторону дома. Сегодня я с вами поделился секретами поисков строчка гигантского моим опытом, моими наблюдениями, где и как его искать. Вот такой у меня результат сегодня. Ну, набрал корзиночку, больше набирать не стал. Вот. Конечно, у меня осталось еще много всяких личных секретов, личных наблюдений. Ну, о них узнать вы сможете, если посетите грибное сафари, если сходите со мной в поход. Я обязательно вам расскажу, поделюсь с вами своим опытом. Научу вас собирать разные грибы, покажу вам хорошие грибные места. Поэтому подписывайтесь, заходите. Ну, и напоследок хочу показать вам еще один небольшой лайфхак. И сейчас напоследок я вам расскажу этот полезный лайфхак для настоящего грибника. Если грибов мало, если они не попадаются, то можно собирать другие полезные вещи. Например, вот мусор в лесу. И если вы так сделаете, друзья, поверьте, в следующий раз этот пакет у вас будет полный грибов. Способ проверенный неоднократно. Так что пользуйтесь этим лайфхаком. И просто представьте, вот, просто представьте, друзья, вот в липецкой группе грибников 8 тысяч участников. А если, допустим, что половина из них хотя бы один раз сходит в лес за сезон, то есть это 4 тысячи человек, которые сходят в лес. И, ну, вот им не очень повезет с грибами. У них окажется пустой пакет, в который они смогут собрать вот так мусор в лесу. Вы представляете, что это 4 тысячи пакетов мусора, вынесенных из леса. Из леса, который так усиленно мы засираем последние годы. А если с вами еще будут дети, то наверняка они вырастут приличными людьми, которые делать так уже никогда не будут. Сорить мусори, ну и вообще в другом любом месте. Все, пока. С вами был Зыка Виктор, грибное сафари. Ссылка будет внизу, а также ссылка на мою группу по плетению из Ивы. Ивушка 48 будет, соответственно, под видео. Удачи вам, берегите, любите лес. Пока.